здравствуйте теплолюбивые сегодня мы будем отвечать на вопрос а точнее выполнять просьбу одного из подписчиков сейчас вы видите его комментарии попробуем разобраться в этом вопросе еще хотелось бы сразу извиниться за эхо сейчас на студии идет ремонт и когда он закончится я думаю что что-то должно измениться ну если нет то будем что-то придумывать ну что поехали с чего же начать я думаю что при выборе напольного котла нужно руководствоваться несколькими параметрами это мощность котла топливо на котором он работает количество контуров материал теплообменника автоматика горелки но это можно объединить в один пункт и конечно же цена они мы будем говорить в каждом пункте и так мощность котла это те самые цифры которые вы видите в названии оборудования 7 с половиной 10 12 15 20 25 30 35 и так далее эти цифры говорят нам о том какую площадь может отопить наш котел здесь мы будем брать по-простому это конечно же очень грубо но все-таки считаем один к десяти 10 киловатт мощности котла это 100 квадратных метров отапливаемого помещения соответственно 25 киловатт это 250 ну и остальные цифры в том же духе это конечно же очень грубый расчет и я уже прям сейчас слышу звук печатающих клавиш от суперспецов а чему ты учишь где тут формулы отвечу я вам так я делаю видео сейчас для простых людей которые выбирают котел а если вам хочется считайте для вас уважаемые зрители я не буду давать никаких формул но если вам все-таки хочется посчитать в описании я оставлю ссылку на один старый ролик и здесь она где-то выскочит там я все подробно рассказываю правда там жесткая цветокоррекция если вам интересно посмотрите информация верная ну и лайком не забудьте отметиться на этом ролике хотя бы за мой креативный цвет кожи но если вам очень сильно хочется точно рассчитать мощность вашего котла но не понимаете как это делается в интернете сейчас очень много калькуляторов где вы вбиваете свои данные и получаете ответ ссылку на несколько из них я оставлю в описании также при выборе напольного котла нужно не забывать что мощность котла зависит еще и от объема системы отопления от количества теплоносителя в ней сейчас вы на экране видите примерную таблицу ну и она же будет где правильно в описании под роликом этот параметр очень важен особенно если вы меняете старый котел на новый и у вас старая гравитационная система узнать количество теплоносителя вы можете слив его или заполнив систему через счетчик или посчитать в таких же интернет-калькуляторах ссылку на которые я оставлю все там ну а по цене чем котел мощнее тем он и дороже здесь у нас все просто существует несколько вариантов природный газ жиженый газ твердотопливное и жидкое топливо примеру дизель здесь мы выбираем свой вид топлива и не забываем что котлы на природном газе мы можем перенастроить на жиженый путем замены жиклеров и настройки автоматики комбинированные котлы это котлы которые могут работать как на газе так и на твердом топлива или на газе и на дизеле или на дизеле и на твердом топливе это достигается небольшим изменением в конструкции обычно это изменение горелки и автоматики или извлечения горелки и автоматики в случаях с котлами на твердом топливе здесь нужно понимать что такие котлы стоят дороже ввиду своей конструкции и комплектации и потребление топлива у них больше чем у котлов ориентированных на какой-то один определенный вид топлива по цене можно сказать сейчас наверное так самый дешевый вид топлива это скорее всего природный газ хотя все зависит от регионов да и природный газ не такой уж и дешевый ну здесь наверное все идем дальше здесь варианта 2 1 контурный или двухконтурный если мы говорим о том комментарии который был в начале и выбираем именно напольный котел так сказать для деревни я бы порекомендовал 1 контурный котел ввиду того что двухконтурный котел из-за конструкции своего теплообменника на нужды горячего водоснабжения выдает не так уж много горячей воды и мне кажется ее хватает максимум помыть посуду или принять душ при очень очень слабом протоки воды не забываем что такой котел нужно использовать включенным и летом если вам требуется нагрев горячего водоснабжения так как теплообменник гвс находится в основном теплообменник и нагревается за счет нагрева теплоносителя можно конечно перекрыть отопление использовать так но тогда лучше сделать небольшую перемычку и не забыть расположить группу безопасности с расширительным баком в этом малом контуре и поэтому я рекомендую использовать все-таки отдельные водонагреватели газовые электрические это уже на ваш выбор но если говорить в общем о двухконтурных напольных котлах большинстве случаев это котлы или с возможностью подключения косвенного бойлера или уже со встроенным косвенным бойлером ну и цена здесь я бы сказал в районе 50 может быть даже за 50 а еще эти котлы практически все да даже наверное все оснащены электроникой а в нашем случае при выборе котла в деревню это нежелательно ввиду нестабильности напряжения в наших деревнях здесь все понятно следующий параметр здесь как и в предыдущем случае варианта 2 чугунный или стальной чугунные теплообменники более долговечны и они обладают так сказать большой аккумуляцией тепла после отключения горелки теплообменник еще отдает тепло теплоносителю некое время но чугунные теплообменники дороже по сравнению со стальными при выборе стального теплообменника нужно ориентироваться на качество сварки и если есть у вас возможность посмотреть его то обязательно посмотрите также есть теплообменники одношовные и многошовные одношовные это теплообменник основная часть которого сложена из одного листа металла и сварена ну скажем так одним швом многошовные это теплообменники сваренные из кусочков металла еще нужно смотреть на толщину стали из которой выполнен теплообменник здесь конечно все просто чем толще тем лучше данную информацию вы можете посмотреть в паспорте изделия или если ее там нет то на сайте изготовителя данного оборудования большое внимание уделяется покрытию теплообменник это может быть или жаростойкая краска или антикоррозационная эмаль что конечно же намного лучше я также встречал теплообменники покрытые просто серебрянкой это просто жесть выгорает при первом пуске с теплообменниками разобрались идем дальше тут у нас три варианта дымоходные котлы без дымоходные и котлы с возможностью подключения надставки полутург дымоходные но тут все понятно для нормальной работы котла требуется дымоход здесь хотелось бы сделать акцент требуется нормальный теплый правильной высоты дымоход если вам интересна эта тема пишите комментарии мы разберем ее более подробно принципе она небольшая я думаю найдем для нее время бездымоходные котлы существуют в двух исполнениях парапетный котел это котел у которого система скажем так выхлопа сделано просто через стенку это котлы обычно закрытой камеры сгорания и забор воздуха у них происходит также с улицы и котлы с принудительным дымоудалением это оборудование также закрытой камеры сгорания и забор воздуха как и в парапетных осуществляется с улицы но отведение продуктов сгорания происходит при помощи вентилятора эти котлы с электроникой. Контролирует работу вентилятора при составе. О данной системе мы более подробно рассказывали в этом ролике. Он будет также в описании. Котлы с возможностью подключения на вставке полутурбо. Это дымоходные котлы, которые можно сделать бездымоходными при помощи данного устройства. В большинстве случаев это котлы с электроникой. За исключением тех вариантов, когда автоматика позволяет подключить данное оборудование. К примеру, СИД 820 нового. По цене самые дешевые котлы это дымоходные и парапетные. Чуть дороже котлы с возможностью подключения на вставке. Самые дорогие это котлы со встроенной турбиной. Здесь хотелось бы сказать, что чем больше встроенного оборудования, тем дороже котел и на момент покупки, и в дальнейшем при обслуживании и ремонте. С горелками все просто. Старые стальные и новые инжекционные из нержавеющей стали. Инжекционные долговечнее, экономичнее и не требуют настройки. Применяются сейчас практически везде. Наверное дороже, но здесь вопрос не стоит. Это идеальное решение. Если говорить о безопасности, выбирать лучше котлы, оснащенные датчиком тяги, датчиком перегрева теплоносителя и контроля пламени. Ну сейчас, наверное, вы и не встретите котлы без данных датчиков. Они, наверное, не пройдут сертификацию. Газовых автоматик сейчас очень много, но бесспорным лидером является СИД. Устанавливается, наверное, процентов на 80, а то и 90 газовых котлов. Это хороший выбор, который позволит вам как и обезопасить себя, так и корректно задавать желаемую температуру. По цене со всеми аналогами они, наверное, равнозначны. Ну, я бы, конечно, советовал именно СИД. А еще мы забыли про вот это. Статистика говорит, что в основном смотрят неподписанные. Тебе что, сложно подписаться? А, ты подписан? Ну тогда жми колокольчик, и ты будешь узнавать о новых роликах практически мгновенно. И тебе хорошо, и нам алгоритмы Ютьюба как-то помогут. Правда, я не знаю как. А еще в нашей группе ВКонтакте все еще происходит голосование на лучший котел года. Да и вообще, много чего интересного. Ссылка на нее все там же, в описании. Я надеюсь, по данной теме все понятно. Если что, жду вас в комментариях. Правда, не на все отвечаю. Здесь уж, простите, так сказать, отопительный сезон, много работы. Еще недавно делал техническое обслуживание. Ну, и на этом все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok